Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Цветочные Джунгли от Блондинки. И несмотря на то, что мои комнатные в открытом грунте наконец-таки становятся все симпатичнее и симпатичнее, сегодня я хочу поговорить совершенно на другую тему. Я хочу поговорить о хостах. Еще в прошлом году в интернете мне попался потрясающий канал. Он крупный, называется Сад Флоксов, очень интересный. И вот на этом канале я узнала, что существует ассоциация производителей хост в Америке, и они выбирают каждый год лучшую хосту года. И мне так хочется узнать, что же вот это за хоста у меня. Но я начну с тех хост, названия которых я знаю. Вот эта хоста глаз змеи, я ее сажала в прошлом году, это вот сразу чувствуется, что это из серии стриптиз. Есть такая чудесная хоста стриптиз. Я постараюсь ее тоже показать. Но посмотрите, какая это интересная глаз змеи. У нее в середине не просто пятно со штрихами. Стрипт это штрихи, полосы. У нее вот такое потрясающее, разноцветное, как перо жарптицы. И действительно это похоже на глаз и одновременно на перо посредине листа. Вот название этой хоста я знаю совершенно точно. То, что это вот в таком вот, в такой каемочке эта картина находится, меня просто приводит в восторг неописуемый. Вот как же хорошо знать название. А вот эта хоста не менее красивая, она потрясающая. И вот сад Флоксов рассказывала о хостах года. И вот там, по-моему, в 2001 году, может быть, да, хоста Джун была признана хостой года. Эта хоста на основе хоста Халцион, голубая хоста. Вот у меня, смотрите, она голубая-голубая. Это сейчас уже конец июля. Голубые хосты стали зелеными. В начале года она вообще, вот весной, она вообще голубая-преголубая. Вот. И она до сих пор сохраняет этот голубой оттенок. Смотрите, какая красотка. Может ли это быть хоста Джун? Вот у меня большой вопрос. Потому что сорт, вот название вот этого сорта я не знаю. И ярко-желтая середина. А у Джун узкая голубая кайма. А здесь она широченная. Может быть, это не она. Но она красоточка, достойная быть хостой года уж наверняка. А вот название этой малышки я знаю совершенно точно. Оно очень романтическое. Это название звучит как Forest Sunrise After Rain. Рассвет в тропическом лесу после дождя. Слово тропический здесь нет. Но я уже так привыкла. Я просто впервые услышала название этой хосты. Я ее увидела на базаре. И когда мне его произнесли, я просто подумала, что надо мной смеются. Потому что такое название «Рассвет в тропическом лесу после дождя» больше похоже на поэму, чем на название. Да, но по-английски это звучит короче. Sunrise, Forest Sunrise After Rain. Вот, поэтому по-английски, может быть, это не так вот странно. Но, тем не менее, вот такое красивое название. Да, и если там хостас санрайз, рассвет, то это сансет, закат. И не просто закат, а сансет груз. То есть какие-то вот канавки здесь увидели. Хотя, в общем-то, канавки здесь, конечно же, видны. И тут, к сожалению, у меня эти листья, они просто порвались каким-то странным, непостижимым образом. Может быть, их слизней погрызли. Но это тоже чудесная хосточка. Хоть закат, хоть рассвет, они очень хорошенькие. Ну, а здесь начинаются сплошные загадки. Мне очень нравится вот эта странная хоста. Вы видите, какой у нее край? Он волнистый и даже зубчатый. Видите, какие здесь зубчики? Вот такие вот, я не знаю, как их показать. И она просто ладошкой этот лист держит. Вот такой вот. Я ни малейшего понятия не имею, как она называется. Она своеобразная, я ее не вижу на видео у других. Вот это, я думаю, хоста пицца. Она очень похожа. Пиццу трудно с чем-то перепутать. Она голубая, узкая, белая каюнка. Это очень похоже на пиццу. Вот что вот это за яркое такое чудо? Я не знаю. И вот там тоже красуточка нереальная. К сожалению, я их получала как сортовые. Но почему-то в этот момент я еще была далека от того, чтобы придавать значение названиям сортов хост. Розы я еще пыталась запоминать, но хосты, к сожалению, не пыталась. И вот такая медленно растущая, но довольно своеобразная. Вот хост у меня вроде бы не так уж много, но тем не менее, если их посчитать. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть их уже девять. Вот эта десятая, это точно на краю радуги я покупала. Она полосатенькая, ее ни с чем не перепутаешь. И вот такая весной. Она довольно-таки сизая, она такая голубоватая. Но сейчас она уже зеленая. Мне очень нравится вот эта красавица. Получается, это будет уже одиннадцатая или двенадцатая. Она огромная. И она немножко у меня на тридцатиградусной жаре подсохла, потому что я все поливала, а ей, видимо, доставалось постольку-поскольку вода. Я поливала вот этих вновь посаженных, вот этих малышей вновь посаженных. И, кстати, вот эта, которая держит ладошку вот такую, с такой странной каемкой белой, гофрированной, она здесь вообще разрослась хорошо. Она вообще хорошо разрастается. И вот это Dragonflight. То есть это, получается, у меня уже двенадцать или тринадцать хост. Вот еще одна довольно-таки симпатичная хосточка. У нее такой невнятный рисунок, но в этом есть своя красота. То есть у нее есть каемка, но она довольно-таки бледная. И вот здесь у меня...